здорово ребята немножко славу ты знаешь славу-то славу-то провоз проводка разобраться чтоб дальше я тут разбирался разбирался здесь просто был один такой себе этот я не знаю внук дедушки не внук дедушки короче один такой местный кулибингу диодов по напаяна здесь габарит идет и стоп здесь идет туманка туманный ход туманка теперь тут мне габариты а когда включаю туманки у меня загорается вот а вот нить накала которая 5 ватная которая идет на габарит ну то есть короче бред поэтому весь колхоз этот вы путаю сейчас надо тут провода по перекидать потому что что-то здесь кто-то здесь чуть-чуть немного напутал ну и тогда уже бампер закреплен практически он просто под фонарями крепится у нее у нас горит по крайней мере горела и можно будут фонарики пособирать уже будет хоть это но потом останется в салоне по убирать про с проводкой уже разобрался грубо говоря осталось только тут попеременивать провода и можно будет в салоне по убираем воде тряпкой мокрой все протерем протрем она высохнет и можно будет накидывать весь салон блин я тут есть мультиметр поняли да но мультиметр это гамняшка хочу вам дать совет как сделать контрольку вечную контрольку которая никогда не теряется чё-то и покупать не надо значит это в зажигалках есть фонарик знаете так вот если вытянуть эти три батарейки и примотать два провода получается такая себе контролька для проверка лампочек прозвонки цепей блин плюс 1 1 плюс 1 потому что ей пофиг на все и абсолютно пофиг а второй плюс вот этой контрольки я не знаю года 45 я еще и на мопед свой дел машина у меня появилась четыре года назад а ей пофиг поняли то есть это плен эту штуку убить невозможно очень прикольная штука по крайней мере она мне все время на столе лежит сейчас лампочки проверить бук удобненько удобненько потому что все покупные почему-то теряются ломаются сгорают батарейки садятся самый неприкольный момент эти три батарейки тут три батареечки их посадишь чем-то поэтому я периодически зажигалок вытягиваю где там они даже и валяются я не помню кстати я вытащил эти диоды красные которые стояли у меня в габаритах видите ёпта тюнинг это вам не цацки пецки это очень модная диодная резисторная сборка колхоз поставим нормальные людские лампочки значит приключение габарита какого-то фига горят туманки это туманки габариты углы вон габариты это кто-то тут короче поперехимичивал теперь сейчас нам надо поменять местами какие-то провода еще даже не знаю какие менять здесь это не интересно потому что их надо менять оба значит мы перекинем в этой колодке два провода все быстренько из повторителя сделал себе контрольку 12 вольтовую сейчас находим где плюс запоминаем включаем почему включаем включаем туманки запоминаем включить вам туманки кстати это что зажигание включить это наше как его свет основной все свет у нас горит туманка он если видно нижние году габариты это получается туманки поэтому сейчас надо найти два питания куда идет и переменять их местами наконец-то я подружил машину с парами с задними задними стопами или просто со стопами как любят меня люди подправлять нормально все классненько есть номер черная полосочка такая штучка это все потом крышку тоже отрегулируем то что там ребенка спит через стенку вот там не хочу стучать крышка открыта поэтому зазоры большие причем что-то посмотрим габаритик 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 если штекер неподсоединенный а ну ничего не горит вот так габариты габариты вполне видно включим поворот видно конечно видно стекла чуть-чуть при пылились очень немного вот так уже ничего и получается там славутки наклеим все стекла не знаю тонировать навряд ли будем может потонируем потом его тут снимать пять минут видео сниму трубу поставим все ну центр выровняется конечно больше насадку хотелось быть потому что что так надо в общем хоть разобрался с проводкой немножко нормал только я конечно одного не понял прикола может тут может кто-то скажет мне не понял одной фишки если включить если включить габарит если включить свет дальний там лампочки дальний то у нас загораются туманки это туманки задние они-то понятно загораются потому что они сейчас включены выключить гореть не будет речь не в этом речь там почему почему если я включу только ближний и туманки почему они не горят вот это вот я еще не понял почему они горят только на дальнем может это особенность машины я думаю нет едешь тумане на дальнем таких его знает как то в тумане на дальнем наоборот хуже ехать ну в общем по проводке мы уже вполне работоспособный автомобиль у нас уже все работает у нас даже есть печка первое положение а сам прикол я моторчик разбирал я его маслом мазал он по гласеру под списку подпискают первое второе стекло лобовое выдавит в общем все класс так мне там какой-то товарищ просил показать ему пружинку ой блин а как я тебе покажу эту пружинку а на что нет а на что мне черта не видно я эти не покажу вот такая пружинка такая чирк и все скобой я не покажу так что извини это у нас панель прикручивается сюда самая главная новость он уже появился диодный этот лихтарик плафончик появился чирк там дверька открыта короче кнопочка работает вот так вот завтра можно накинуть будет это по сути панель поставить с утреца это все гоменочка вытереть попылесосить по убирать и можно будет это салон уже собирать да почти весь салон кроме дверей просто стекла на работе что замки надо блин помазать починить он так типа профилактика язычки по отгибать чтобы флажки нормально опускались хотя мы все работала двери еще надо порегулировать просто маляра их тогда по по навешивали от фонаря я вам смотрю закрываю блин зазора нету маленький условно ты должен быть больше как я чихнул здорово здесь он большой кстати двери машины так будут похабно закрываться очень туго вот а только одна будет хорошо закрываться почему сейчас прикрою вот так и блин потому что человек молдаван купил новые резинки вот такие чтоб они нормально закрывались надо брать эту камеру вырезать блин две камеры блин почти три сантиметра резин вот оригинальная резинка вот с одной камеры а потом на таврии словутый человек пишет на форуме поставил новые резинки трудно закрывается ему люди говорят ему люди глупость советуют двери отрегулирует причем здесь двери блин когда у вас резинки в два раза больше нормы не знаю я знаю что если с какой-то восьмерки 20-летним найти подобрать они уже ужата и хорошие будут или с какой-то иномарки ладно чего-нибудь подберем чего-нибудь придумаем двери надо чтобы закрывались по-людски видно да как видно чик вот должна не дверь быть то есть ей два сантиметра надо резинку уже она ее жизни нет не ужмет поэтому и сильно гупать придется переделаем в общем хотели прослал это видео получите почти две красных автомобиля но один не сильно красный второй красный это завтра нам еще по плану завтра еще по плану на 2 пары выкрасить я на всех своих машинах пары всегда красил разбирал и красил потому что они какие в середине желтые видно должны быть вот такие вот такие на машине это вообще похабно смотрится по сути поставить радиатор залить тасол ее же чистенький тасол только помененный что там тормоза подсидеть прокачать кулису поставить можно принципе и выехать сиденье кинуть но блин я не спешу никуда на ней выезжать не спеша соберем зачем на такой полуразубранной машине алиса алисать по своему силу соберем полностью уже все отрегулируем развальчик схождения отрегулируем так на глаз по уровню и тогда уже все вместе и выедем ладно всем всем удачи всем покеда